В чем была суть нашей идеи, что мы должны были определять качество алкоголя, а в данном случае вина, по заданным параметрам. И как вчера помните, наша система должна была выбивать оценку от 0 до 10 не по вкусовым качествам, а именно по качеству производства самого вина. И почему это важно? Вообще наша команда разъехалась, потому что всю ночь работала и все мы устали. И почему это вообще так важно? По статистике, каждый год в США от ненекачественного алкоголя, ну вообще от алкогольных отравлений, от передозировки алкоголя умирают около 80 тысяч человек. При том, что в Европе каждая седьмая смерть, она от алкоголя. И второй по списку факторов это некачественный алкоголь. И как мы выяснили уже позже, мы вообще брали за вино, потому что есть готовый датасет, но как оказывается, вино находится на втором и третьих местах в Европе по частоте употребления. И мы решили взяться за эту проблему, конечно, но у нас, как выяснилось, не особо получилось ее решить, потому что мы решили под датасетом изучить нейронную сеть прямого распространения, чтобы по входным табличным данным определять качество алкоголя. Но на 10 часов утра выяснилось, что у нас, как бы мы ни старались, но точность застревает на 65%. И при том, что в будущем, если мы хотим реализовать эту идею, мы должны для этого сделать устройство со специальными датчиками. Но как определяется, там два фактора из 14. К ним вообще мы не знаем, вообще можно какие-то датчики применить или нет. Поэтому вот, конечно, по состоянию на сегодня мы плохо решили проблему, потому что точность очень низкая, и проблема требует более, скажем так, углубленного изучения. Спасибо. Дэнки нет. А можно запросить? Просто команда уехала по домам. А по бусинку проводят? Что? Бусинка, дэнки. Нет. У вас ключи, как бы, совсем разного, разного привода. То есть там различные показатели, и динампл. Кислородности, сказать, и всякие мере, и прочее. Не выносить сработку, как бы, изображение, там, севская и тому подобное. Там, как бы, все признаки, они однородны. Там, как бы, фиксики, если говорить, там, у них селёные слова. Когда у вас кислородность, совсем разного привода, то есть, зашелую, там, подбирать нейронную сеть, сливок, как бы, снился мотивация. Тогда у нас такое и герландо, и мини-эффективность, чтобы просто запустить чип, и наезжающий ТВ, а наезжающий ТВ же издравленный. Вот в том-то и... В том-то и... Теплые, там, жар-тёплые и... там, красные. А... Есть пожелание? В том-то и проблема, что мы как раз обучали внеронов сеть под табличным данным с конкретными показателями. То есть... В этом, здесь, в принципе, либо трассета мало, либо... Да, для нас это действительно мало, там около 4800 примеров всего-то, но... Да, вопрос, что у вас, почему не получилась презентация, где-то могли бы описать, а идею, зачем вы туда идете, кому это надо, как вы будете, в чем есть качество, некачество и так далее. Ну, я имею ввиду, рассказать это одно, но хоть минимум передать раз на один раз, а это то, что вы могли бы заворитировать то, о чем вы рассказываете. Ну, если честно, полчаса назад вообще вся команда мне писала, что вообще пичить не надо, мы просто, я вот лично просто решил отчитаться, что мы проделали за эти два дня, вот как и получилось. А вот, ну, вчера мы обсуждали, кому это надо вообще, это B2C модель, потому что B2B выяснилось, что у них есть свои методы определения, качество вина, и это B2C, то есть с отдельным устройством привести. Тут без отдельного устройства эту проблему решить нельзя, то есть надо сделать самим устройством, которое будет подключаться к смартфону, то есть с необходимым набором датчиков. Спасибо. Спасибо. До свидания. Ребята, если честно, я вине столько всего, есть столько факторов, которые влияют на его вкус и на показатели, что я даже не постараюсь, сколько нужно всего это поделать. Дрим Тим 42, ребята, есть? Да. Да. Спасибо.